Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Еще раз напоминаем, как нас зовут. Утро на Болткоме. Вот я все время вспоминаю слова тетушки Мими, обращенной к Джону Леннону. Гитара хороша, как хобби, Джон, но ты ею не заработаешь на жизнь. Когда Джон Леннон купил своей тетушке дом, он эти слова злорадно решил над камином выложить, чтобы она все время напоминать ей, как она была неправа. В чудные времена мы живем, когда молодые тиктокеры зарабатывают больше, чем их родители на, условно говоря, заводе или даже, может быть, где-нибудь еще. Есть возможности практически свой бизнес создавать прямо со школьной парты. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Это я уже говорю нашим слушателям. Да, доказательством тому наши гости. Наши гости из Даугавпилса. Даниила Гельманова и Алиса Прощенко. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, чуть-чуть погромче, чтобы вас было прекрасно слышно. Вы победили в конкурсе, создали свое собственное школьное предприятие, и это предприятие производит модные и удобные, и самое главное, экологичные домики для домашних животных. То есть я хочу обратить внимание, не просто школьницы создали какую-то фирму, чтобы зарабатывать деньги, предприятие, производство, и делают домики для котиков, да. А конкурс, вот это вот движение Junior Achievement, победительница. Ну, рассказывайте, как пришла идея в голову, почему именно коты, почему именно домики, за счет чего победили? Да, кстати, мы же поздравляем вас. Изначально у нас вообще не было никакого представления, мы даже не представляли, что мы вообще можем сделать. Мы начали думать, что у нас общего, что нас объединяет, и пришли к выводу, что нам обеим нравятся животные, потому что у нас у обеих есть свои животные домашние, и начали смотреть, изучать зоомагазины различные, что там есть, к чему спрос, и поняли, что там очень много однообразных домиков, всяких лежанок для домашних животных. Тогда нам пришла в голову идея, почему бы не сделать свои собственные домики с уникальным дизайном. А почему вы решили, что эти домики будут пользоваться успехом, и в чем их преимущество перед теми, которые уже продаются? Ведь здесь же, ну, как бы, как на рынке, нужно что-то предложить новое, и самое главное, более качественное, удобное. Ну, во-первых, сразу наша идея заключалась в том, что это немного сложно в реализации, поэтому это не наша основная концепция. Мы хотели делать, как бы, одновременно и домики для животных, и чтобы это одновременно так же было мебель и для человека. У нас пока только есть такой один домик, в будущем это будет, как бы, основной концепцией. Так, и чем же мы отличаемся от других? Во-первых, такие домики, как у нас, нельзя купить в обычном зоомагазине каком-то, с таким дизайном, с такими функциями. Ну, просто, ну, нельзя. Ну, и плюс, как я уже сказала, один из наших домиков, как домик для кота, так и домик, ой, извиняюсь, так и тумбочка для человека. Ну, и просто, наверное, дизайн наших домиков, как бы, тоже так же отличается. Эстетичные, такие стильные домики, подходят под любой дизайн и любого интерьера. Но вот для того, чтобы придумать дизайн, ведь это обычно считается, что нужно там учиться в каких-то дизайнерских школах. Вот как вот с этим было, то есть откуда у вас такое, ну, как уверенность, что это будет красивый дизайн? Откуда вот умение просто сколотить этот домик, собрать? То есть это, в принципе, ведь тоже нужно, чтобы руки росли из правильного места, как говорят, вот все-таки. Ну, и определенный опыт требуется. Там лобзиком что-то поделать, тут молотком, гвоздем. Не у каждого парня получится, в общем-то. Вообще, чтобы понять... Да, чуть-чуть громче, если можно, да. Да, было. А, ну, вообще, чтобы понять вообще, как все это делать, вот у меня как бы распределена... Наши обязанности распределены так, что я занимаюсь созданием домика. А я созданием подушек в домик. Вот, и вообще изначально было только идей, вообще не было никакого понимания, как вообще это реализовать в реальность. Поэтому смотрели очень много различных видео в интернете. Просто, как бы, ну, смотрели всякие фотографии, смотрели разные видео в интернете, как это делать, просто обычные столы, тумбочки, дерево. Просто, чтобы понять вообще, как это все работает. В интернете много всяких статей читали. Ну, и плюс, как бы, мы следим, как бы, за модой. По внешнему виду, если вы знаете. Да, стараемся, чтобы... Ну, просто на свой вкус, как бы, делаем, и стараемся, чтобы это понравилось хоть кому-то. Прислушиваемся к мнению наших родственников, они тоже дают нам какие-то советы. И просто стараемся, чтобы это было... исходило от души, и тогда это, наверное, будет кому-то интересно. А когда вы создавали дизайн, кто представлялся вам целевой аудиторией? И все-таки это животные сами, которые будут там жить, или люди, которые купят определенного дизайна вот эти вот домики, домик-тумбочка? На кого работали? И опять же, фокус-группа какая-то проводилась, и фокус-группа была из людей или из тех же самых котов там, например? Наверное, больше мы как бы думали насчет людей. Ну, просто для людей, у которых... Да, для людей, у которых есть домашние животные, которые хотят как-то их осчастливить, подарить им какой-то новый уютный уголок в дом. А также, которым важны, как бы, еще и внешние. Да. У нас как бы две идеи, что и комфорт, как бы, и внешний вид, как у дома как у дома. Насчет экологичности. Вот здесь вот, каким образом вам удалось сделать их такими дружелюбными природе? Ну, домики сделаны из фанеры. И подушки сделаны из пледа, но мы просто как-то старались, чтобы это по возможности было экологичным. Конечно же, не получится стопроцентно это реализовать пока что у нас, но просто мы старались подбирать материалы, которые будут минимально вредить нашей природе. А вы сказали, пока что. То есть у вас есть какие-то планы развития бизнеса? Ну, конечно, в будущем мы бы хотели, во-первых, улучшить дизайн домика, чтобы это было многофункциональным и для человека, и для животного, а также внешний вид, материалы, чтобы это было по возможности суперэкологично, удобно. Также хотелось бы расширить количество наших домиков, пока у нас наличие только три дизайна. Также, ну, планов много. То есть три дизайна различных домиков вы предлагаете? Да. А насколько вот это производство поставлено на поток? То есть я к тому, каждый домик, он собирается вручную, или это уже прямо вот такое промышленное производство? Вручную. На создание одного домика у нас примерно уходит два дня, да? Ну, три-четыре дня. Да, три-четыре дня. Это потому что это очень долго, вот, как бы, сначала всё выпилить, сделать конструкцию, потом долго всё высыхает, как бы, подготавливается, поэтому это занимает время. Вы работаете под заказ или вы уже, ну, готовите, так, загодя, то есть чтобы люди могли выбрать из готовых уже домиков, или вы, ну, делаете их на заказ? Ну, вот, в будущем, возможно, как бы, хотелось бы тоже, как бы, предоставлять такую услугу, делать на заказ, но пока у нас готово только перед домиком, мы ещё не настолько опытные, поэтому пока, как бы, можно выбрать только из того, что у нас есть. Но сотрудничество с клиентом, как бы, клиенты... Насколько клиенты счастливы и рады? Вот есть ли первые уже счастливые клиенты, обладатели этих домиков? Пока мы считаем, что мы только-только, вот, прям начали, как бы, свой бизнес, только всё, ну, как бы, строим наши социальные соцсети, там, не знаю, выставляем фотки, всё только оформляем, только, как бы, начинаем, как бы, всё, и поэтому пока у нас не было ни одного покупателя, есть два потенциальных клиента, но чтобы прям продать домик у нас ещё не было. От души желаю вам, конечно, успешных продаж, но судя по фотосессии на вашем сайте, о параллельном беседе я, конечно, сижу, ну, клиенты довольны, причём клиенты из мира животных, конечно. Сколько? Я просто хотел задать такой, может быть, нескромный вопрос, но вот сколько стоит такой домик, но чтобы сразу люди, может быть, понимали... Сколько стоит экологичность? Домик, начиная... Есть цена домика 53-ти, 99, следующая цена второго домика 54-ти, и самый дорогой домик у нас вышел на 63-ти, 99, что мы... А, нет, 65, да. Но всё зависит от материалов, потому что размеры домиков разные, и где-то у нас уходит больше материала, где-то меньше, поэтому да. Ну да, ну я вижу, там и спальное место, и поилка, и кормилка. Насколько сложно молодым начать свой бизнес? Ну вот ваш опыт, что говорит? Опять же, ваши друзья, знакомые готовы ли двигаться вперёд, тоже как-то реализовывать идеи с помощью каких-то фондов или том же самом юниор-ачивмент, какие-то программы? Мне кажется, всё будет легко, если ты реально веришь в свою идею, если всё идёт от души, и ты как бы не то, что себя заставляешь, как бы, что мне надо, а ты это реально делаешь от души. И тебе приятно на это тратить время, приятно полностью в это погружаться, и ты готов просто, ну, всё сделать, лишь бы у тебя получилось. Да, я согласна с Даной, но ещё хочу добавить, что, конечно, это тяжело, и порой нам не хватает даже времени в сутках, только 24 часа, мы иногда просто-напросто не успеваем что-то сделать, но самое приятное — это видеть какой-то результат и видеть, что есть люди, которые правда заинтересованы твоей идеей. Да, вот я хотел... Сумеря, там школа уходит на второй план. Вот я хотел как раз спросить, как со школы? То есть вот сидите вы на уроке, вдруг там, Сори, Марья Ивановна, бизнес, звонок клиента... Срочный заказ, я побежал, надо попилить немножко. Но стараемся как-то, стараемся, и всё-таки полностью школу не забрасывайся, полностью как-то погружаться. Ой, как вас плохо, Даниила, слышно. Старайтесь школу не забрасывать, это мы вот поняли, расслышали. Мы стараемся везде. Столкнулись ли вы уже, вот, ну, то есть, поскольку у вас собственное предприятие с какими-то бюрократическими препонами со стороны государства, то есть, вот, сталкиваетесь ли вы сейчас вот с необходимостью, условно говоря, вести бухгалтерию, какие-то, значит, бумаги заполнять, как вот предприятие, вот, это отношение с государственной бюрократической машиной? Ну, у нас уже заполнен официальный документ о том, что мы... Да, я просто скажу, важно, просто junior achievement, как бы, мы не имеем юридического статуса официального, мы не платим, как бы, налогов государства, это само, как бы, важно было. Да, но у нас регистрируем официальный документ, что мы, как бы, официальное школьное предприятие, где наши подписи, подпись нашего директора, как бы, всё официально, вот. Но насчёт финансов пока что... Ну, мы ведём, у нас только в финансах сейчас затраты, потому что изначально надо чего-то начинать, и вот мы уже ведём, как бы, расчёты того, что мы потратили, но пока что ещё нет расчётов того, что мы получим, потому что потенциальные клиенты только. Ну да, потому что, в принципе, по идее, а можно же, как бы, условно, нанять этих наёмных и рабочих, там, пятиклассников, которые могли бы, там, пилить, как на уроке труда вот эти... Детский труд запрещён. ...фанеры. Ну вот, я не знаю. У меня сразу эти коммерческие жилки сразу включаются. Ну, конечно, в будущем было бы хорошо, так, но пока, как бы, наверное, нам это не выгодно. Выгоднее всё делать с ним. Вот, уже всё посчитано, все затраты. Уже всё всерьёз, хотя, казалось бы, школьные предприятия, домики для котов, а нет, всё на самом деле серьёзно. Спасибо, девочки, с нами были... Да, да, да. Мы хотели ещё просто сказать, что, ну, как бы, хочется про это сказать, что также, покупая наши домики, у нас остаются остатки, остатки от фанеры, остатки от ткани, и также мы, вот, если честно, мы уже в процессе создания, как бы, мы делаем домики для бродячих котов из остатки. Но мы уже, как бы, у нас пока нету достаточного количества, но мы уже в процессе создания. Сейчас как раз холода, очень сильные морозы, и мы воспараемся делать первый домик для бродячих котов. То есть, мало того, что бизнес, это ещё и социально ответственный бизнес. Вдвойне умнички. Ну, тем не менее, будем прощаться. Даниэла Гельманова, Лиса Прощенко, две школьницы из Далгов, Пилса, победившие на конкурсе Junior Achievement, создали своё собственное школьное предприятие, называется Lovely Pets Houses, и производят модные, удобные и, главное, экологичные домики для домашних животных с инновативным дизайном. В фейсбуке можно найти, я понимаю, что там же на фейсбуке, наверное, можно сделать заказы, просто обратиться, там написать или в комментариях, или оставить сообщение, это всё будет. Ваша заявка будет рассмотрена и выполнена в ближайшее время. Да, причём без ущерба для получения образования. Ещё раз поздравляем вас и, конечно, желаем успеха, развития вашему бизнесу и воплощения других идей, которых, я уверен, будет ещё немало. Так что с наступающими, всего доброго, спасибо, что уделили нам время. Спасибо большое. Спасибо за имя.